Скажи, пожалуйста, вот за 115 это у вас самая большая коробка, да? И тащить ее неохота. Давайте я на самую. А можно, да? Вот, вот, хорошо. Всегда доброжелательно. Ее спокойствую позавидовали бы йоги и философы. Елена Клочкова работает на почте 19 лет, 17, начальником отделения. Ну, общение с людьми, с бумагами люблю заниматься. Люблю работу, все очень нравится. Летом очень много, потому что курортная зона, отдыхающие. Ну, наверное, человек 200-250 в день, это бывает точно. Несмотря на поток гостей, желающих отправить лишний груз багажа почтой, в ее отделении нет очередей. Каждая минута расписана, все четко и с улыбкой. Тяжелые коробки с посылками, письма, подписка, каждое обращение посетителей – повод оказать и вызвать уважение и получить благодарность. У клиентов 8 пришло, мы заполняли квитанции. В общем-то, что у нас не с чем сравнено, первое такое отделение, где мы так оперативно и без тратки будем. В заполненном почтовом бланке Валентины Калягиной отправитель и адресат – одно лицо. Гости Анапы отправляют посылку сама себе на домашний адрес в Санкт-Петербурге. Вещи, которые мне, как говорится, в тягость, я их отправляю домой. Потому что везу отсюда сувениры, подарки и все остальное. Сама себе отправляю посылку, да. Такая же посылка отправится в Якутию. Супруги Прохорченко отправляют домой вещи, за перевес которых в аэропорту пришлось бы заплатить в десятки раз больше. Очень доволен. Вообще супер. Все просто прекрасно. Ну да, нас пугали, что тут вообще прям чуть ли не на улице очереди. Сегодня повезло. Сегодня просто прекрасно, быстро, четко. Скажите, кому отправляли посылку? Жена мне. То есть сами себе. Почему? Так удобнее. Скорость обслуживания оценила и маленькая Полина. Ждать и скучать не пришлось. Мне больше всего здесь понравилось, что нету очередей. Елена ко всему готова. На краевом конкурсе в одном из заданий показала, справиться может с любой нестандартной ситуацией. Клиент у меня покупал марки и конверты и пришел на следующий день и попросил сделать возврат. Ну, марки нельзя возвращать. На знаке почтовой оплаты возврату не подлежат конверты и сделали возврат. Спасибо за стихотворение. Я начальник отделения. Очень важный человек. Но быть должна я отражением всей почты. И другого нет. Династию семьи я продолжаю. Ведь мама моя тоже почтовик. Ее за долгий труд все уважают. И у меня к работе дар возник. Профессионализм, знания, опыт мамы. Она тоже почтовый работник. И доброжелательное отношение ко всем. Вот что отличает лучшего начальника почтового отделения в крае. Все люди тоже замечательные приходят, позитивные. Редко бывают конфликты. Хорошие все люди.